Жители средневекового города Ничбург, пережившие две волны эпидемии чумы, готовятся встретить Новый год и поскорее забыть обо всех проблемах, свалившейся на их головы. Но выясняется, что на их головы свалилось еще не все. На землю летит огромная огненная каменюка, которая упадет через каких-то 12 часов. Мудрый барон решает никому ничего не говорить, а отвлечь своих подданных, устроив роскошный пир на все деньги, что остались в казне. Фильм «Чумовой Новый год» можно посмотреть из-за интересных песен и из-за того, что популярные актеры, которые там участвуют, так преобразились, что просто жесть. Так песня Бузовой посвящается ее любви к колбасе, и Оля предстанет перед нами в разных видах – в виде царицы на троне из колбасы и в виде отожравшейся толстухи. Еще больше может удивить Лолита Милявская со своим эротичным выступлением и песней «Мало половин». Романтичный Дима Билан выкрасил волосы в экзотический малиновый цвет. Не обойдется новогодний концерт и без величественного Филиппа Киркорова, а Александр Рева – паразит в дамском платье, отплясывая кордебалет. В этом фильме караоке все заслуживают внимания – и прекрасная Елена Ваенга, и зажигательный Ливан Горозия, простой парень Алексей Воробьев, дуэт со Сопавляшвили и Кирилла Нагиева, зажигательные средневековые благородные девицы на лабутенах, а как зажигал сам Максим Лагашкин. И хотя известные хиты звучат в оригинальной средневековой обработке, однако все они узнаваемы, и можно с удовольствием подпевать известным исполнителям. И когда будете смотреть фильм, обратите внимание, что артисты пели не свои песни.